Ну, во все времена у всех народов стремление было к красивому, льющемуся пенью. Занятие лучше всего начинать с естественной постановки. Постановки корпуса. Нигде ничего не зажато. Можно ножки, чтобы были крепенькие, особенно здесь. Ты опорно, чтобы стоял, а вот эта грудина, брюшина, все было довольно свободно, раскованно. И надо начинать с простых упражнений, на средине. Об этом говорили все профессора во всех консерваториях. Я вот учился в Ленинградской консерватории, там были такие столпы, как Иван Иванович Плешаков, Василий Михайлович Луканин. И у них было несколько постулатов, самых главных, определяющих, чтобы начать распевку с середины. Ну, например, вот у Василия Михайловича Луканина такое упражнение. Что при этом происходит? Вы берете дыхание кончиком носа, немножко его задерживаете. Задерживаете, берете вот сюда, чтобы как современные сейчас молодые люди говорят, в кайф, вот сюда. И чуть замерли, и этой порцией дыхания начали немножко как бы даже вложить. Это выработка такого певческого тона, певческого дыхания. И по мере усиления звука вы как бы опираетесь всегда вниз, чтобы была опора, опора звуковая. Вот я иногда пользуюсь, да и не иногда, а зачастую, таким выражением, как немножко оперить, то есть как будто эффект горшка. Надо под связки как бы подложить, столбик такого дыхания. И в голове в этот момент должно быть удивление. Еще вот удивление, оно создает ощущение такого куполообразного воздушного пространства в голове. Потому что у нас резонатор основной здесь, грудной, особенно у мужчин. И резонатор вот здесь, вот под мозгами, над носоглоткой, вот тоже пустота есть. Все это надо задействовать и скоординировать, чтобы все звучало свободно и голос слился легко и просто. Так что приходите к нам в школу, упорные занятия, стремления, желания вознаградятся в столице. Ждем вас.